Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 89. В этом уроке я хочу вам показать самую лучшую систему кеширования для сайтов на Joomla, а именно компонент под названием JotCache. Он идет в замену стандартного плагина кеширования Joomla. Чем он хорош? Ну, он хорош тем, что он, во-первых, удобнее, более функциональнее и, как известно, сайт грузится еще быстрее с данным компонентом JotCache. Известно, что плагин, родной плагин Joomla кеширования, бывает, что он глючно работает на сайте. Так что нам нужно стремиться к тому, чтобы использовать лучшее на своем сайте под управлением Joomla. Для начала мы убедимся в том, перейдем в менеджер плагинов, убедимся в том, что у нас отключен плагин кеша стандартный. Здесь мы можем выбрать тип система и посмотреть в самый низ, я перейду на вторую страницу, вот система кеш, вот такой плагин, он у вас должен быть отключен. Мы как раз-таки в замену этого плагина будем устанавливать компонент JotCache. В прошлых уроках мы устанавливали с вами полезные плагины, в частности, System Optimize, если вы его установили. Там даже есть интеграция JotCache с этим плагином. Сейчас мы это рассмотрим. Чтобы скачать последнюю версию данного расширения, кстати, это расширение JotCache, оно русифицировано также разработчикам. На данный момент записи урока последняя версия пятая. Если вы смотрите урок с YouTube канала, то под этим видео нажмете еще, и самая последняя ссылочка вас перекинет на мой сайт, на прямую страничку, где вы сможете скачать компонент и русификацию данного компонента. Вас перебросит на мою страницу, и здесь вот кнопочка скачать JotCache и скачать локализацию. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Переходим к расширению менеджера расширений. Дальше кликаем загрузить файл пакета. Я подключаю сначала компонент. Компонент успешно установлен. И поставим русификацию данного компонента. Русификация ставится автоматически. Вот в таком режиме. Дальше переходим к компоненты. И у нас вот она JotCache присутствует. Нам сразу говорят, что нам нужно подключить плагин. Можем прямо сюда кликнуть на ссылочку. Нас перебросит сразу внутрь этого плагина. Мы его включаем. И давайте просмотрим настроечки данного плагина. Время кеширования. Ну, здесь в принципе все на русском. Подсказки тоже. Поэтому я пробегусь быстренько по ним. Время кеширования оставляем в принципе 15 минут как есть. Время жизни кэша браузера. Поставим да. Автоматическая очистка кэша ставить не будем. Режим автоматической очистки поставим быстрый. Очистка журнала ставить не будем. Это зависит вот от этой опции, если мы здесь что-то зададим. Дальше. Ну, здесь всевозможные исключения, включения ссылок, которые не нужно или нужно индексировать. Мы это здесь ничего не трогаем. Переходим дальше. Режим работы кэша. Если вы смотрели мои предыдущие два урока, я рассказывал о том, как посредством сервера кешировать браузеры пользователей. Если вы установили код кеширования браузера модулем, то мы вот здесь в принципе ничего не смотрим. Ничего здесь не трогаем. Внизу единственное здесь есть такая интересная опция. Можете навести на мышь почитать. Я ее включаю в положение да. Дальше. Хранилище кэша. Здесь в принципе ничего нет. Дополнительные параметры. Кеширование браузера я не ставлю. Как я только что сказал, у меня в файле htexas установлен специальный код, который уже кеширует сервером все браузеры. Поэтому если у вас тоже этот код стоит, я вам рекомендую его поставить, то вы ставите этот код в htexas. Здесь вы вот эту опцию не включаете. Очищать от редактированной страницы. Поставим да. Дальше здесь подсказки читаем. Я в принципе здесь оставляю нет. Дальше. Вот она интересная опция. Интеграция. Возможность с тремя разными плагинами. Вот Optimize ускоряет наш сайт плагин. У меня установлен. Другие два плагина мне неизвестны. Я из списка выбираю тот плагин, который у меня установлен. Честно говоря, я не знаю интеграция что даст, но плагин у меня есть. Поэтому я его здесь выбираю. Блокирование подозрительных урлов также неизведанная опция. Поэтому на всякий случай выключу, чтобы у нас что-то лишнее не заблокировалось. Здесь нужно тестировать. Нажимаем сохранить, закрыть. Дальше давайте перейдем теперь в компонент JotCash. Нам нужно обращать внимание вот на эти кнопочки. Они должны быть все зеленые. То есть это подсказки. Мы наводим мышь. Здесь нам подсказывают статус плагина JotCash. Нормальный. Можем нажать и нас перебросит в плагин, который мы только что с вами настроили. То есть мы все сделали. Он подсвечивается зеленым. Вот подсвечивается желтым. Здесь у нас написана подсказка, что нужно делать. Поэтому мы кликаем по второй вот этой кнопочке. Переходим в систему. Кеширование. Если у вас отключено, включаем. Если стояло прогрессивное кеширование, смотрите, что может быть. С этим плагином надо ставить, скорее всего, стандартное кеширование. Сейчас мы посмотрим. JotCash. Вот видите, горит красным кнопка. Нам здесь подсказывают. То есть прогрессивное кеширование не нужно ставить, когда у нас включается в работу JotCash. Поэтому мы с вами здесь выбираем стандартное кеширование. Сохранить, закрыть. Переходим в JotCash. Теперь кнопочки обе горят зеленые. Следующая кнопочка у нас. Переходим. Здесь у нас идет очистка кеша. Давайте удалим весь кеш. И удалим устаревший кеш также. Чтобы новая вся система у нас вступила в силу. И теперь, чтобы у нас вот в этой вкладке появились закешированные страницы, нам нужно погулять по сайту. То есть обновить, например, главную. Перейти на какие-то странички. Перейдем, значит, в админку. Зайдем в JotCash. И вот у нас обзор. Вот здесь на этой странице будут отображаться все страницы, которые попали в кеш. И смотрите, если вдруг вы хотите отключить какую-то определенную страницу из кеша, например, что-то не работает у вас, кешируется и не работает, то мы можем здесь определить, значит, к чему относится com-content или, например, форм кунена. Кликнуть напротив по глазику. Здесь будет показываться URL данной страницы. Мы нажимаем Ctrl-L, чтобы выделить ее все, копировать. Можем пойти дальше исключить URL. Здесь в списке найти com-cunena. Вот здесь ее вставить. Поставить напротив галочку, сохраниться. И эта страница не будет кешироваться. Если мы вот здесь ничего не поставим в это поле, а галочку оставим, то будет исключен из кеша весь форум кунена. Com-cunena весь будет исключен. Нам исключать не нужно. Нам нужно также, чтобы форум быстро грузился. Поэтому здесь надо быть внимательным. Дальше исключить позицию. Здесь очень классно, удобно сделано. Мы можем исключить позицию модуля. Например, в какой-то позиции модуль у нас установлен. Какой-то модуль с каким-то динамическим контентом. Это может быть фильтр. Например, если он у нас не работает, мы его исключаем. Например, может быть корзина в магазине. Товар добавлен в корзину, и мог быть проблема с этой корзиной. Поэтому мы можем исключить. Просто поставив галочку напротив, в этой позиции у нас должен находиться как раз модуль корзины. К примеру. Это только нужно для того, если в самом модуле отсутствует опция отключения кеширования. У нас практически во всех модулях, давайте перейдем посмотрим, есть такая опция отключения кеширования. Например, зайдем в Main Menu, перейдем в дополнительные параметры. И вот видите, вот кеширование. А мы отдельно каждый модуль можем вот здесь отключить. Выбрав просто не кешировать, и данный модуль кешироваться не будет. Здесь все проще. То есть, если вдруг будет такой модуль, и не будет вот такой опции, мы всегда сможем в любом случае отключить данный модуль из кеширования, благодаря этому гибкому компоненту JotCache. То есть, страницы как исключать, вы уже знаете. Исключение позиций от позиции модуля. То есть, исключаем только в том случае, если у модуля нет своей функции отключения кеширования. Дальше, включить кеш. Здесь, в принципе, нам это для нас не актуально. И время жизни кеша браузера. Тоже здесь, в принципе, мы ничего не заполняем. Все, у нас, в принципе, все настроено. У нас с вами все готово. Следите, чтобы у вас вот здесь вот все три кнопочки были зелеными. Значит, все готово, все настроено верно. На этом урок закончен. Если он был для вас полезным, ставьте, пожалуйста, лайк. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok